Привет! Ты на канале 6 класс ТВ. Меня зовут Марина и я репетитор по математике. Сегодня мы с тобой решим задание под номером 229 из учебника математика 6 класс Виленкин Жохов. Давай вместе откроем учебник и прочтем условия задания. Найдите методом решета эратосфена все простые числа среди первых 100 натуральных чисел. Итак, что такое решета эратосфена? Видео с теорией по этой теме ты можешь посмотреть, перейдя по ссылке в описании под этим видео. Оно короткое, но зато тебе станет хотя бы понятно, что такое решета эратосфена и как находить этим методом числа. Переходи, смотри. А для тех, кто уже посмотрел или выучил, что это такое, мы переходим к самому методу. Итак, вот наши 100 натуральных чисел. Первых натуральных. Я уже не буду рассказывать суть метода. Я, да, как бы еще раз повторюсь, что кто не знает, это как бы, ну, надо долго объяснять, поэтому просто перейдите на видео, посмотрите 3 минуты и вам все станет понятно. Чтобы не занимать эти 3 минуты, я сразу начну метод. Единицу мы, то есть мы будем сейчас вычеркивать, да, решетить будем наши 100 чисел. Первое число мы вычеркиваем, потому что оно у нас не простое, не составное. Итак, берем число 2, обводим его. Теперь мы вычеркиваем все числа, которые кратны 2, то есть идут через 2. 1, 2 вычеркнули, 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 вычеркнули. Итак, вычеркиваем все числа вплоть до 100. Ну, в принципе, это все легко сделать. Во-первых, это будут все парные числа, и они у нас стоят все столбиком. Видите, они у нас столбиком идут. То есть мы все вот эти парные числа с вами берем и вычеркиваем. Вот таким вот образом. Итак, я вычеркнула все парные числа, которые кратны 2 у нас. И теперь берем следующее простое число 3. Теперь мы вычеркуем каждое третье число, то есть числа, которые кратны тройке. И, в принципе, это легко сделать до 30, вообще легко сделать, да, потому что мы знаем таблицу умножения на 3. То есть все числа, которые кратны 3, мы вычеркиваем. Так, 33, ну, а дальше уже нужно смотреть, можно просто считать, да. Некоторые числа будут уже вычеркнуты, я не буду их второй раз вычеркивать, потому что это немножко загромоздит нам. Итак, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, вычеркнули, 3 вычеркнули, 3 вычеркнули, вычеркнуто. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, и вот так вычеркиваем до самого 100. Так, вычеркнули, вы у себя в тетрадочке тоже, то есть каждое третье число. Вот последнее у меня было 99. Так, четверочка вычеркнута, идем к пятерочке. Теперь вычеркнуем все числа, кратные 5. Ну, по признаку делимости на 5 мы знаем, что это число должно заканчиваться либо пятеркой, либо нулем. То есть мы с вами можем просто вот эти вот два столбика вычеркнуть. Это будут все числа, которые кратны пятерочке. Вот их уже осталось немного, здесь вообще уже ни одного не осталось. Вычеркнули. Следующий у нас не вычеркнута, семерочка. Это следующее простое число, да. Итак, теперь все числа кратные семерки. Тоже до 70 это вообще легко сделать, да. Мы знаем таблицу умножения на 7, то есть 14, 21, 28 уже. Дальше идет 35, 42, 49 еще не вычеркнуто. Так, 56, дальше 60, получается так 56 у нас, 63 вычеркнуто, да. И где у нас тут 60, 70 здесь, конечно, неправильно написано. 70, да. А дальше мы считаем. Это будет 77, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все, все числа вычеркнуты. Смотрим дальше. 11. Все числа кратные 11. То есть это будет 22, 33. В принципе, это числа идут по диагонали. И они уже все вычеркнуты. Переходим к следующему числу. 13. Но здесь проще просто суммировать. 13 плюс 13, 26. Уже вычеркнуто. Плюс 13. То есть числа кратные 13. 39. Уже вычеркнуто, да. Итак, идем дальше. То есть 39 плюс 13, 52. 52 уже вычеркнуто. Снова 52 плюс 13, 65 вычеркнуто. Плюс 13. 78 вычеркнуто. Плюс 13. 91 вычеркнуто. Ну и все. Дальше тоже больше 100 будет. Следующее простое число это 17. 17 у нас плюс 17, получается 34 вычеркнуто. Плюс 17 делаем. 51 вычеркнуто. Плюс 17, 68 вычеркнуто. Плюс 17, 85 вычеркнуто. Ну и плюс 17, там уже будет 102. Следующее простое число 19. То есть нам нужно проверить все числа обязательно. 19 на 2, 38 вычеркнуто. Плюс 19, 57 вычеркнуто. Плюс 19, 76, да. Плюс 19, 95, да. Следующее простое число 23. 23 плюс 23, 46. Смотрим, где у нас 46 вычеркнуто. Плюс 23, 69 вычеркнуто. Плюс 23, 92. Тоже вычеркнуто, да. В принципе, это все уже вычеркнуто. И, в принципе, мы можем на этом остановиться. Почему? Потому что все, ну вот даже как мы сейчас проверяли на всякий случай, 23 умножить на 4. Это число получается, вот, например, 20, простите, 23, да. 23 мы взяли, допустим, 4 раза. Это 92 у нас получилось, да. 92 вычеркнуто, потому что оно делится на 4. То есть, в принципе, нам можно остановиться на том числе, квадрат которого дает нам больше 100. То есть, что получается? Вот десятка, 10, число 10, это уже у нас в квадрате, это 100. То есть, 10 умноженное на 10 будет 100. Все остальные числа, получается, мы уже проверили. Потому что, если мы будем дальше брать, еще раз попробую объяснить, 29, если мы возьмем, да, и умножим на 2 даже, два раза возьмем по 29, то это число 58, оно будет вычеркнуто, потому что мы уже с вами вычеркнули все числа, кратные 2. Если возьмем тройку, тоже вычеркнули, и на 4, и 5 раз, если мы возьмем по 29, 5 раз, уже все мы это повычеркнули, все числа, кратные 5, понимаете, да. То есть, и так мы можем проверять только до 10, потому что остальные числа, вот, уже 11 на 2 проверено, да, 11 на 3 проверено, 11 на 4 проверено, на 5 проверено, на 6 проверено, на 7 проверено, на 8 мы проверили, ну, на 8, это же кратное 2, Вы понимаете, да? 11 на 9 проверили, потому что это числа, кратные 3. Вот, 11 на 11 уже не будем проверять, то есть, когда берется 11 раз, потому что это уже 121 будет. То есть, у нас просто нету этих чисел. Если бы здесь было больше 100, то, конечно, мы брали. То есть, нам, в принципе, можно было уже не проверять 11, 13, 17, 19. Но для того, чтобы вы удостоверили, что это действительно эти все числа уже вычеркнуты, и у нас остались только простые, я поэтому вам показала вот на таком примере. Итак, теперь, которые числа у нас остались, мы просто их обводим и смотрим, какие же из чисел у нас с вами остались. Вот я обвела все числа, которые у нас остались, простые. Можно сказать, что мы с вами создали свою собственную таблицу простых чисел до 100 первых натуральных чисел первой сотни. Вот, и на этом задание мы с вами выполнили. Если тебе понравилось наше видео, ставь лайк, кто не подписан, обязательно подписывайся на наш канал. Если у кого-то остались вопросы или есть комментарии, то оставляйте их под этим видео. Ну, а я со всеми прощаюсь. До следующего задания. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...